Есть такая страна Северная Корея, там коммунизм, а идеология Чучхе, в переводе человек-хозяин. Каждый человек творит своей идеологией. Суть идеи Чучхе является хозяин своей судьбы и сам. Товарищ Ким Ир Сен, его значение в истории 20 века трудно переоценить. В книге товарища Ким Чен Ир и Ким Ир Сена мы будем читать их и повторять цитаты раз за разом. Мы видим просто такой пограничный пример в случае с корейской культурой. Мы реально видим, что люди, которые поддерживают себя в состоянии мобилизации, они живут так, как любой человек должен жить в любой другой момент. И вот здесь мы видим контраст между продажными западными странами, которые живут в состоянии полного расслабона, полной апатии и меланхолии. У них есть свободы, им не за что сражаться. И поэтому они проживают жизнь, ну можно сказать, как черепахи или как плодящиеся насекомые, правильно? В отличие от корейцев, которые постоянно, постоянно держат себя на грани, как сказал великий товарищ Керкигор, в состоянии экзистенциального кризиса, пограничной ситуации. Мы, московские умники, да? Бывшие студенты, читавшие много книжек, в общем, изучили философию 20 века. Мы прочитали и Сартра, и Левистроса, и Фуко, и Деллеза с Гватари. Но сейчас кончается этот век, которому принадлежали все эти радикальные философии. И заслуга Чучхе в том, что она довела, скажем, радикальную философию 20 века до создания полной невменяемости. Когда любое, более-менее, дискурсивное высказывание оборачивается заклинаниями, типа, там, опора на собственные силы, вера в справедливость, свободу, ну и все в этом роде. Уже нет никакого дискурса, уже есть какая-то полная мешанина. И вот в этой полной мешанине, конечно, Чучхе несет знамя абсурда впереди всей планеты.